Ехать вдоль субтропической зелёной стены, конечно, красиво, но бывает и опасно, особенно если над дорогой нависает дерево. На встрече с главой города общественники попросили решить этот вопрос. Анатолий Пахомов поручил проинспектировать деревья вдоль федеральной трассы. Только в Лазаревском районе межведомственная комиссия обследовала тысячу деревьев. На 250 из них получено разрешение на спил. Эту работу администрация города проводит совместно с Управлением федеральных дорог Черноморья. Чтобы не создавать многокилометровые пробки, все действия рабочих продуманы до мелочей. Пока работает бензопила, экскаватор придерживает ствол. Потом он упадёт в точно рассчитанное место. Ещё минута и обрублены большие ветки. После этого ствол сразу же оттаскивает в сторону спецтехника. Бронспойтом смывают труху с трассы и всё, проезд открыт. Остальные работы завершатся уже на обочине. На данный момент мы подходим к следующему этапу. Мы смотрим краевые дороги, которые идут у нас к сельским территориям по территории Лазаревского района. Создаются сейчас такие же комиссии, чтобы посмотреть вот эти участки дорог. Там уже мы совместно с Дагомысским ДРСУ будем планировать ситуацию по спилу на этих участках. Внимание не только к федеральным дорогам. В Дагомысе, например, на Батумском шоссе завершается ямочный ремонт. В общей сложности заасфальтируют более 50 квадратных метров. Рядом на мосту, соединяющем Батумское шоссе и улицу Гайдара, заменили покрытие и обустроили пандус. А выше по течению реки Восточный Дагомыс вообще решили давнюю проблему. Одним из самых проблемных моментов у нас являлся коллектор реки Ира, который десятилетиями не чистился. В связи с чем именно в сезон дождей у нас нередко были затопления, прилегающие территории. И наконец-то эту проблему мы решили. Весь коллектор почищен длиной около 380 метров. В настоящее время эта проблема в поселке-микрорайоне Дагомыс исчезла. Завершается в районе ремонт дороги в село Барановка. К работам подключились местные предприниматели. Сегодня готовность почти 80%. Сдать полностью готовый объект планируется в марте. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.